Клод Моне Их Моне спешил запечатлеть как можно быстрее. Задуманное мастером можно прочувствовать даже через полноформатную репродукцию. Самые известные картины мы выбирали, и из них те, у которых максимально высокое разрешение. К сожалению, в этом смысле кое-чего здесь нет. Но зато тут география какая, это все музеи Европы и Америки. Сложно представить, но юного Оскара Клода Моне в Гавре, где он жил с родителями, знали вовсе не как одаренного пейзажиста, а как талантливого карикатуриста. Со временем Клод Моне влюбился до конца своих дней в Плен-Эр и начал писать свои знаменитые во всем мире полотна. Одно из них, впечатление восход солнца, стало ключевым в формировании нового течения, импрессионизма. В оригинале она «Импрессион» называется. Название-то этой картины было придумано накануне первой выставки «Импрессионистов». И оно дало, там вся критика была, она же очень негативно была критиками воспринята, а дало название всему течению. Чтобы понять, что такое импрессионизм, можно просто посмотреть картины Клода Моне. Это и есть импрессионизм. Парижский вокзал «Сен-Лазар» сегодня. А вот так он выглядит глазами Клода Моне. Именно этому месту мастер посвятил свою первую серию картин, состоящую из 12 полотен. Любовь к сериям он тоже пронес с собой на протяжении жизни. Это стога, Венеция, Руанский собор и многое другое. Самое многочисленное – кувшинки, 48 картин. Серии картин он писал прямо, чтобы, например, там Руанский собор, то есть 35. Картин серии. То есть он вечером, утром, в любую погоду рисовал. И вот, соответственно, 35 картин есть. У нас из каждой серии хотя бы по одной картине тут есть. У Константина Могильницкого на этой выставке есть свой фаворит. Мост Ватерлоу – пасмурная погода. Удивительно, что для такого художника, как Мане, серые краски погоды были опасны. Однако через них можно ощутить восприятие автора. Он впадал в депрессию от пасмурной погоды. То есть он вообще запирался и выходил только, когда было солнце. Нарисован, на мой взгляд, такой вот почти солнечный вечер. Полотна кисти Мане – одни из самых дорогих в мире. Аукционная стоимость 300 его картин составила 2,5 миллиарда долларов. Всего 1350 полотен Клода Мане находятся в коллекциях мировых музеев и частных собраниях. Счастливыми обладателями большинства из них стали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Россия. Коллекция вообще в России довольно приличная. Это «Щукина Морозов» собрали. Это в Пушкинском 11 картин, в Эрмитаже 14. То есть это одна из самых крупных стран, у которых самая крупная коллекция – это Россия. В этот раз парк Лека подготовил экспозицию под открытым небом не в коллаборации с каким-то крупным музеем, как в прошлый раз Пушкинским, а самостоятельно при помощи открытых источников сети. Вечерний ресурс Википедии, Вики-медиа, оказалось, что там есть очень высокого разрешения, много картин. Далеко не все, но многие. И они там сами пишут, что с ними некоторые музеи уже активно работают, некоторые начинают. Этот процесс, по всей видимости, прям вот только недавно, вот прям так начался. Насладиться 30-ю шедеврами Клода Мане можно будет еще в течение двух месяцев. Следом его сменят новая экспозиция кисти еще одного талантливого импрессиониста. По совместительству друга Мане Агюста Ренуара.